Я приветствую всех на канале, с вами снова Ультра, и мы продолжаем играть в Майнкрафт. Итак, сегодня мы строим автоматическую ферму руды на основе мода Growable Ours и Thermal Expansion 3. Итак, что нам потребуется? Growing Block. Делается он вот так. По сути, только Growing Block и рудный тростник. Это единственное, что он добавляет. Вот так вот выглядят рудные тростники. Руды практически любые. Допустим, сера из Railcraft, селитра туда же, уголь, все ванильные руды, медь, олова и уран. Замечу, с ураном отдельная история. Почему-то выращивается только уран-238. Поэтому ферма руды незаменима, если у вас есть плутониевый реактор. Можно выращивать обсидиан, прошу прощения, глину, эндер перлы, апатит из Форестри, серебро, кварц из Applied Energistics, и фритовый порошок. Не стержни, замечу. Хотя, если у вас есть мод, который позволяет крафтить стержни из порошка, то почему бы и нет. Руды из таумкрафта. Как-то осколки, янтарь и киноварь. Ну и, собственно, все. Крафтинг этой штуки бесформенный, позволяет использовать как каменный, так и древесный уголь. Что нам нужно? Костная мука, древесный уголь, земля, красная пыль, железо, кусок тростника, алмаз, золотой следы, так и кусок лазурита. Теперь, давайте попробуем построить. Итак, выставляем ряд разрушителей. Замечу, что нижний ряд разрушителей здесь, скажем так, технический. Только для того, чтобы суметь поставить верхний ряд. Дальше все зависит от того, как вы собираетесь делать фирму. Поэтому, если грядка будет шириной в один блок, то больше ничего делать не надо, просто строим грядку. А если, как у меня, в два блока, то можете сделать то же самое с другой стороны. Но, есть еще один хитрый финт ушами, который я сейчас продемонстрирую. Суть в том, что грядка может быть любой ширины. Поэтому, разрушитель можно ставить сверху. Как это было сделано у меня в прошлый раз в фирме кактусов. Наверное, я вместо разрушителей использую землю. Суть в том, что на высоте два блока, над гроунь-блоками, ставится еще один ряд разрушителей, направленный вниз. Здесь уже, правда, не надо ничего разрушать, как в фирме кактусов. Здесь должна получиться вот такая вот система. Вот. Разрушитель, мне, кстати, попавший под другой разрушитель, тут же был съеден. Беспощадно. Ладно, это была лирика. Расставляем трубы. Замечу, что выброс можно настроить с любой стороны. Допустим, достаточно зайти в конфу и сделать... Можно подставить выброс. То есть, я мог сделать его сверху, но мне приучение сзади. Теперь наша задача объединить трубы. Я включу здесь, потому что ни черта не видно. И теперь на месте пересечения трех труб ставим сундук. Далее, берем в зубы серповидный молот. Делаем вот так. Вот так. И вот так. Это два клика правой кнопкой мыши. Теперь наводимся на стрелки. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Ну или сколько у вас там. Повторяем финт ушами. Так же и здесь. Замечу, что... Такая ферма прокатится с обычным тростником, допустим. С уже упомянутыми кактусами. Допустим... Насчет фермы дерева я не знаю, но в принципе тоже возможно. Осуществим, по крайней мере. Теперь берем, собственно, тростник выбранный. Я взял алмазный. И высаживаем. Мы видим, все три ряда разрушителей пашут идеально. Я потыкаю пока в рандомные места, чтобы, как говорится, просто удостовериться. Как я уже говорил, для плутоневых реакторов жизненно необходима ферма урана. Вот мы видим алмазный тростник Палис. Сейчас крафтится алмаз из него вот таким методом. То есть, когда у вас вырастет 8 тростника, алмазного я имел ввиду и оно, это дело все окупится. Причем окупится с большим запасом, поскольку алмаз будут расти постоянно. Разрушители энергии для работы не требуют, как и трубы. Знай себе, подходи да забирай с сундука тростник. Ну или можно подключить сеть, но это уже совсем другая история. Всем спасибо за просмотр, подписывайтесь, ставьте пальцы вверх. До встречи! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok